Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. Вас приветствует в студии «Радио Болтком», программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева. У нас сегодня в гостях театральный критик, журналист с большим опытом, Атис Розенталс. Доброе утро. И мы поговорим с ним. Мы договорились заранее о том, что мы сегодня увидимся. Мы поговорим о премии, театральной национальной премии Латвии, которая называется «Спелменн актс». Это «Ночь игроков». Как правильнее перевести? Потому что ведь спелменн – это еще лицедеев. В этом случае лицедеев. В этом случае лицедеев, да. И вы же в течение прошлого сезона всего, ваше жюри, в котором у вас было человек пять коллег, да? Пять, да. Вы смотрели все новое, что происходило в театре на территории Латвии. Я намеренно не говорю в латышском театре. Да, да, все. Я говорю о том, что вы смотрели максимально все, что происходит на территории театра в Латвии. Все возможные премьеры, все возможные театры. Вы ездили по разным городам. Вы потом это обсуждали. Вы выбирали в вашем жюри сначала длинный лист, да? То есть то, что привлекло ваше внимание в течение сезона. И потом у вас был сложный период из этого длинного листа выбрать все-таки тех, кто победит. Да. Самый сложный момент. Вот именно так и случилось. Да, но длинный лист, вообще-то это было бы немножко громко сказано, потому что если он был бы абсолютно длинный, тогда там было бы больше. У нас в ограничении в уставе жюри с пяти до восьми, но всегда говорят, ну лучше пять, чем восемь. И мы останавливаемся в том, что восемь обычно это молодые, но там дается два приза. Они не делятся на девушек и мальчиков, они даются два. В этом году тоже были два парня, но один был актер, другой был режиссер. Да, но так мы пытаемся держаться пяти-шести номинатов в каждой категории. Один год, я помню, когда у Барышникова был первый спектакль, тогда было так много мужчин очень сильных, что мы поставили семь. Но вообще-то всегда говорят, ну пять-шесть это максимум. Ну шесть это уже. Ну да, чтобы вот этот потом окончательный выбор все-таки делать из лучших из лучших. Почему я спрашиваю? Потому что, например, если провести аналогию с премией «Золотая маска» в России, ну конечно у всех разные, как бы сказать, вводные к проведению фестиваля, то в «Золотой маске» там два этапа. Там есть экспертный совет, который отбирает вот эти вот номинации, да, и это в основном только критики. Есть жюри, в котором есть люди разных профессий, и режиссеры, и актеры приглашаются. И вот жюри в течение месяца смотрит во время фестиваля спектакля и уже из номинации принимает решение. Но надо сказать, что тоже никогда ни номинации, ни выбор жюри не получают поддержки у публики. Всегда всем кажется, что это все неправильно, кого-то недооценили или что-то случилось. Вот каково вот это? Вы же не первый год в жюри, да? Нет, я был четвертый год в жюри. В течение шесть сезонов у меня четыре сезона в жюри. И надо сказать, что в истории этого приза, этой премии, ну фактически приза, премии уже фактически как денежные, но и последние годы нет. Есть разные этапы, и в свое время было и то, что действительно было два этапа, так, как вы говорили, первые отборочные жюри, потом другое жюри, абсолютно другие люди. Но пока пришли, потом было жюри одно, но девять человек. Сейчас консолидировалось до пяти, потому что пять можно все-таки мобильнее поехать, то же самое в Далгопел, слепой, у Валмер, у Резек, у нас сейчас тоже последние годы, как там у Йорика, профессиональная труппа. Все-таки быстрее можно сорганизовать, во-первых. Во-вторых, ну, откровенно говоря, это и вопрос финансирования, конечно, потому что финансирование идет через Союз театральных деятелей, но это государственное финансирование, и сколько они могут дать, то столько они и дают. Ну и, конечно, это всегда очень трудно. Это первые заседания, которые в июне, когда мы отбираем номинантов, эти пять-шесть, если мы справляемся за четыре с половиной часа, это считается очень быстро. Я знаю, что один год была жюри, которая обсудила семь часов, но у меня максимум четыре с половиной, в этом году, мне кажется, было три с половиной. Ну и потом, когда этот уже идет выбор одного из этих пяти-шести, ну, мы в этом году тоже справились за два с половиной часа, и все говорили, о, так быстро. То есть было взаимопонимание, да? Ну, были дискуссии, но что мне нравится в этих жюри, что дискуссии всегда все-таки об искусстве, скажем так. Конечно, у нас могут быть, и мы очень разные люди в этом году были, с очень разным опытом, с очень разными вкусами, с очень разным мнением о том, что мы хотим видеть на сцене. Ну, и чтобы вот понять, там математика тоже, у нас введена такая система, что мы называем три, каждые три, но первым, моему первому месту дается три балла, второму два и третьему один, и тогда суммироваться, и тогда смотришь, что эта математика получилась. Получилось в этом году тоже в некоторых категориях, что получилось абсолютно две одинаковые по пунктам, и тогда при голосовании идет дискуссия. Когда уже есть вот такие два, как бы сказать, фаворита, примерно с одинаковым уровнем, тогда у вас на это и уходит основная часть дискуссии. Да, да, конечно, потому что тогда идет дискуссия, и вот почему одному или почему другому каждый высказывает свои аргументы, и в этом году тоже так было, потому что очень важно понять, что вот я читал тоже в соцсетях потом разные там высказывания, например, вот у Хармониса не дали призы, потому что он высказался в прессе. Вот как мне доказать, у меня нет протокола, что мы о таких вещах не говорим? Ну, я думаю, что людям бесполезно что-то объяснять вовне. Мне кажется, важнее, вот для меня, например, важнее вам задать такой вопрос. А какой результат получения премии? Почему из-за нее так ломают копья? Почему люди так переживают из-за этой премии? И театральные, и зрители, которые ходят на спектакли, которым кажется, что их любимчиков недооценили. Что в этой премии такого, вот формально, что такого, чтобы она вызывала такие реакции? Как на ваш взгляд? Знаете, каждый год те, которые не получают или не намерены, говорят, ну, эта премия потеряла престиж. То, что сейчас происходит, и происходит действительно очень много дискуссий, и о самой премии, и о том, как прошел вечер, чисто об устанавливании и реализации самой церемонии, это значит, во-первых, что латвийская публика любит театр, у них есть свои фавориты, они переживают за них, и в общественном мнении все-таки очень интересно, вот, кто получит. Я вот это видел, мне это понравилось, почему не получил этот. Это, во-первых. Во-вторых, в театрах, я думаю, что актер тоже, ну, это, конечно, есть и другие еще там, призы есть. И признание, но это бывает. И какие-то призы еще есть, есть там премия Лилита Берзини, есть у режиссеров премии Эдуарда Смилиса и так далее, но эта ночь рецидеев, она все-таки главное событие, и если ты там попадаешь, ты, ну, более-менее все-таки попадаешь в какой-то, ну, очень громко сказанно, олимп. И это очень важно, во-первых, молодым, но и опытным неплохо бы все-таки там. Поддерживать свой статус, да? Потому что были такие случаи, что актер сходит за своим призом на сцену и говорит, наконец-то. Но еще одно, почему есть такая борьба в уровне театров, потому что, когда мы и в июне объявляем вот этот список, буквально два часа после этого, или даже час после этого, если мы посмотрим ленту агентства Лилита, где пресс-релизы, все театры, без исключения, и государственные, и негосударственные выпускают релизы. У нас 17 номинаций, у нас 15 номинаций, у нас 10 номинаций, у нас 2 номинации. То есть для профессионального сообщества эта премия важна как фактор попадания в круг интересов профессиональной критики, в первую очередь? Во-первых, но это и очень большой все-таки рычаг маркетинга, потому что есть и такие случаи, когда вот, например, когда Константин Богомолов поставил «Ставангер Пал Пипл» в Лепайском театре, у них первые спектакли прошли в штыке с публикой. Публика выходила, хлопала дверью, сказал, что это такое. Ну, Константин этим отличается. Что это такое вообще? И этот спектакль получил премию. Он стал главным, лучшим спектаклем года, и мнение публики поменялось, потому что публика подумала, а что это такое, почему? И начал, может быть, другие как-то, другие, может быть, люди туда пошли. Но, может быть, люди даже подумали, раз кто-то в этом увидел что-то хорошее, а я не вижу, может быть, надо присмотреться. Да, 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 я думаю, что этот фактор тоже. И иногда вот театрам очень хочется, чтобы заметили какие-то для них внутренние очень важные вещи, потому что если это будет акцептировано и жюри, тогда они могут это продвигать. Если это жюри как-то, вот театр решился на какой-то для себя, может быть, новаторские решения, и жюри это как-то не оценило, то получается, ну, мы это как-то… Ну, мы не даем шансов театру двигаться в новом направлении. Но мы не можем дать и авансов все время. Ну, конечно, это тоже понятно. Нам все-таки надо смотреть на то, что там есть и чего там нет. Ну, да, и жюри все равно, самая главная задача жюри – это все-таки оценивать спектакли, работу актеров, работу всех, кто придумывал этот спектакль, не ориентируясь на то, чем это поможет театру, конечно, а чем это поможет театру вообще как искусству. Да, да. Не данному конкретному театру, все-таки, а театру как искусству. Но при этом, конечно же, я понимаю прекрасно, что любая попытка выйти за привычные рамки, любая попытка попробовать себя в новом поле, она все равно привлекает внимание критики. Конечно. Но есть разные случаи, потому что если безупречно сделана абсолютно классическая вещь и очень традиционная вещь, то тоже. Вот у нас, например, в этом году мы номинировали в категории детских спектаклей и спектакль «Козленок», который считал до десяти. Это очень традиционная вещь и по эстетике, и по всему. Но она сделана немножко тоже интерактивно, там дети считают и рисуют. Их вовлекают детей в спектакль. Их вовлекают. Но это было так симпатично, что мы, осознанно, что это никакой не эксперимент, и что это абсолютно не инновательский спектакль, но сделано так хорошо, что нам просто хотелось и это... Отметить. Поощрять, что можно и в традиционном стиле работая всё-таки достичь результата, который удовлетворяет очень много людей, зрителей и маленьких, и больших, потому что нет же секрета, что иногда детские театры, театры, например, кукольные, ориентируются не только на детей, но и на бабушек. Потому что... Ну, чтобы бабушки не скучали. Они будут те, которые... Бабушки и мамы, ну, папы тоже, может быть, будут те, которые выберут, что смотреть. И не ребёнок же сам выбирает, что он будет смотреть. Может быть, ему кто-то спрашивает, но иногда это так не бывает. И вот эти театры тоже иногда балансируют и как-то, ну, боятся рисковать, потому что... Ну, потому что должны думать про очень разные аудитории, на самом деле, да, и удовлетворять очень разным вкусом. А можно я спрошу? Вот ещё такой вопрос меня интересует. Прошлый сезон, он же проходил под, ну, немножко так, под эгидой столетия независимости Латвии. И я так понимаю, что были выделены какие-то дополнительные деньги на специальные мероприятия, и в кино, и вообще в искусстве, да, и в кино, и в музейной деятельности. И в театрах, конечно, тоже. И вот, например, для меня «Вей ветерок» был моим фаворитом вообще за прошлый сезон именно потому, что Национальный театр и команда, которая его придумывала, они нашли способ рассказать о традиционных ценностях, об очень важном художественном символе страны, очень современным способом. И это для меня прям вот было очень радостно, то, что как бы датский спектакль, как его называют, да, спектакль, поставленный к дате какой-то определённый, что датский спектакль вдруг стал для меня открытием и художественного решения, оно может быть спорным, оно может быть там кто-то с ним не согласится в чём-то, и художественным решением, и сценографическим, фантастическим решением, когда всё замкнуто вместе, когда зрительный зал продолжает то, что на сцене, и ты чувствуешь себя единым дыханием единой страны, и отношением и к музыке, и к тексту, и ко всему, да, вот мне показалось, что это очень важно. Какие ещё были спектакли, которые вот тоже, как бы несмотря на свою датскость, несмотря на свою ориентированность, оказались интересными? Ну, что касается «Вей ветерок», я думаю, что там вот, там я очень рад, что вы это всё заметили, потому что есть несколько, было такие случаи, что приезжали из других государств критики, и они как-то смотрели немножко, вот, ну, археологические костюмы там и так, но они так, и с таким немножко подозрением, и то, что там стилистика праздника песни, они как-то восприняли это, вот приезжал сейчас литовский один критик на шоу-кейс и сказал, что ему это напоминает Рели Лиффенштал. Я вообще не имел такой аналогии, но вот наш праздник песни и танца, это нужно знать, что это такое, чтобы, хотя в Литве то же самое же есть, чтобы понять вот эту эстетику, немножко всё-таки надо, и там надо учесть ещё то, что они специально сделали для себя проблему, они ещё поставили аналогии с фильмом, из которого музыка, и актёры там из фильма, которые уже сейчас в возрасте… Такое почтение, почтение истории. Да, и, конечно, чтобы это всё соединить, там немножко надо зрителю быть немножко подготовленным. Ещё на эти, если мы говорим о такие датской, мне кажется, что очень важно, что часть из денег столетия пошло на программу «Школьная сумка». И в этой программе… А можно я расскажу? Да. А то иногда бывает, что скажут, а слушатели не все знают. Это специальная программа, которая поощряет школьников вместе, через школы, посещать учреждения культуры разные, но и в том числе и театры. И поэтому очень многие театры сейчас делают либо выездные спектакли, либо маленькие спектакли для небольшой аудитории, либо придумывают детские спектакли, потому что на самом деле мы все понимаем, что детские спектакли – это очень затратно, очень энергоёмко, и приносят мало средств в театру, и они очень мало этим занимаются. И то, что поощряется развитие новой аудитории через эту программу, на мой взгляд, это прямо большая радость. Ну вот, и в этой программе режиссер Валтер Силлес и его коллега Карл Скрумнич, который выступил как драматург, они сделали такое… Мы дали им приз за спектакль для молодёжи. Они сделали очень такую тоже рискалмонную вещь. Спектакль называется «Место встречи. Второй городской театр», где на сцене реконструируется акт провозглашений Латвийской республики 18 ноября 1918 года, там актёр с клеенными бородами и париками, даже женщин, там мужчин играет и так далее. И там на сцене это полноточная реконструкция, а дети сидят в наушниках и переключают программы, и у них идут четыре канала, где четыре разные интерпретации того, что происходит на сцене. И там самые разные темы, там, может быть, все встают и поют гимн, а в одной версии вдруг голос говорит. Ну, вообще-то, есть версии, что гимн Латвии – это плагер с какой-то немецкой песней, и включаются фрагменты этой песни, которые действительно похожи. И вот это критическое мышление, один канал из этих такой абсолютно хулиганной, там, например, парень говорит, я вам поставлю какую-то современную песню, но если вы хотите, то покашляйте. И часть публики действительно в это время кашляет. Но другие это не понимают, потому что они либо слушают другой канал, либо есть и люди, которые признались, взрослые люди, что их так интересует эта реконструкция, что эти наушники вообще не кладут на уши, а смотрят просто… Живое действие. Все абсолютно речи, которые были тогда, все они воспроизводятся на сцене. И это очень сложная вещь для молодежи. Это пошло… В этом году они продавали билеты и так, а в прошлом году это шло только на школьную сумку. И они перед спектаклями еще посылали аудиофайл, который в школе они послушали до спектакля, аудиофайл. И потом они пришли в театр, и тот же голос с ними разговаривал. Они узнавали, что это то же самое, что рассказ продолжается. То есть это такое документальное исследование, в некоторой степени реконструкция событий и вариации на тему, уже придуманные современными молодыми художниками. и у детей есть вариант выбора собственной версии. Вот, нашла слово. Да, вот вообще-то современному театру эта интерактивность свойственна, что мы, когда мы ходим, даже если мы с вами сидим рядом, мы не видим один и тот же спектакль. Ну, конечно, у каждого свое в голове. Потому что есть, во-первых, у каждого все в голове, а во-вторых, действительно, эти технические приспособления дают нам каждому вариант компиляции. И вот, когда мы оцениваем и драматургию, когда нам прислали эту пьесу, мы видим, что там действительно четыре колонки, и абсолютно точно распределено, что в это время говорит, что идет на сцене, что идет в наушниках, там эта компиляция очень сложная, действительно, и у каждого есть какой-то характер у этого голоса, который говорит, и там говорит не только об исторических вещах, там говорит, например, один голос говорит о том, что ее отец не гражданин. Ну, то есть какая-то есть отсутка к современности, да? То есть вот эта связь с тем, где живет, в какое время живет зритель? Можно я сейчас еще раз вернусь к самой премии, к тому, что было. Люди, которые оценивают результаты премии, они оценивают их со своей, вот мы сейчас к тому, что у каждого все в голове, они их оценивают исходя из собственного опыта. Они увидели в прошлом году три премьеры, они знают о том, что произошло в тех трех театрах, в которые они ходили, и для них кажется, что что-то не оценилось. Ну, например, вы сейчас рассказали об этом спектакле, вот, да, с четырьмя направлениями. Я понимаю, что меня это, например, не удивляет. Я уже очень много таких спектаклей видела, и всегда это зависит от того, как это сделано. Но только жюри на самом деле обладает полной информацией и знает о том, что было в Лиепае, а знает о том, что было в Валмере, знает о том, что было в Даугавпелсе, знает о том, какие актеры там появились. И это не узкий круг, это возможность выбора из всего, что было. Это возможность сравнения очень разных спектаклей. И поэтому, с одной стороны, это сложный выбор, а с другой стороны, это полная картина театрального развития страны. И причина, почему люди соглашаются идти на это жюри, потому что это все-таки отнимает очень много времени в течение целого года, субботы, воскресенья очень много отнимает. Но именно из-за этого, что есть эта возможность. Потому что из тех театров, которые вне Риги, регулярно автобусы критиков организуют только Лепестский театр. И, конечно, Валмир не так далеко, 106 километров, и там достаточно много они ставят, и дневные спектакли, что можно и возвратиться в Ригу. Но, например, Далгопелс, это все-таки событие, если ты так едешь, планируешь, это не так легко, тебе надо организовать гостиницу и так далее. Но то, что мы, действительно, будучи в жюри, видим все, конечно, есть люди, которые говорят, ну, вы устали, вы не можете оценить, потому что притупилось внимание, и как-то тянет на то, что в свое время было так, что театры сами выдвигали какие-то свои кандидаты, но тогда перешли на эту систему, потому что мнение жюри не совпало с мнением театров, кого надо выбирать и кого не надо выбирать, это поэтому все смотрят все, эти пятеро. Но это есть, я слышал в этом году тоже разные там предложения, что надо просто голосование критиков, ну, сколько что видел, то видел, но голосование все. Но тогда не будет картины полной. Да, но тогда картины не будет. Ну, я хочу вот что сказать. Во-первых, спасибо. Я бы еще поговорила на эту тему. Прям кажется, что это длинный, хороший разговор, так что, может, мы к нему еще вернемся. Во-вторых, обратите внимание на те номинации, которые находятся вне Риги. Обратите внимание на спектакли, которые критики отметили, пусть не призом, пусть только номинацией. Это заслуживает вашего внимания. И на самом деле доехать, как правильно вы сказали, до Валмейра не так далеко, купить туда билет, съездить и посмотреть на того актера, который получил приз, посмотреть на тот спектакль, который был отмечен, поехать в Лиепаю, посмотреть те спектакли, которые есть там. Театр – это такое искусство, которое сгорает в момент его показа. Вы посмотрели спектакль, вы получили эмоции, вы увидели, услышали ответы на вопросы или задали их себе по результату. И в этом его сила, и в этом его красота, и в этом его скоротечности, и мимолетности. И это самое прекрасное искусство, потому что оно происходит здесь и сейчас. Ходите в театр. Спасибо большое, Атис. Спасибо премии «Ночь лицедеев» за то, что она здесь есть. Спасибо.